Утро страны. На телерадиоканале Страна.ФМ. Дорогие друзья, доброе утро. Лиза Калинина в студии, Никита Некрасов. И сегодня, 19 февраля, у нас в гостях, мало того, что прекрасная красавица, девушка, певица, актриса, а еще, друзья мои, именинница Юлия Берета в гостях у нас. С днем рождения! С днем рождения, Юлечка! Юлечка, мы желаем всего самого замечательного, доброго, счастья, здоровья, успехов во всем. Полных залов и ищущих глаз, ждущих. Не так же утро, вы каждое встречаешь в прямом эфире, это же приятно. Это очень символично для меня. Я специально все поменяла, все свои планы поменяла, чтобы прийти к вам сегодня. Поздравляем. Спасибо. Как настроение? Отличное. Как именинница просыпается по утрам, зная, что ей надо рано встать, приехать? Сегодня как зомби. Вот так, да, все-таки? Ну да, так получилось. А если не брать в расчет сегодня, как обычно это происходит? А вообще с удовольствием. Утро люблю, обожаю утро, обожаю завтрак, обожаю вообще все, что связано с восходом солнца. Даже с энергией и все такое. Завтрак залог хорошего дня? Конечно. Хороший. Класс. Хороший завтрак. Ну, Юля, хочу сказать, что Юля молодец. Ну, я, кстати, сегодня не позавтракала. Ну ладно, все впереди еще. Как вообще сейчас все-таки есть какие-то планы на сегодняшний день, день рождения? Несмотря на день рождения. Как отмечать, сыграешься? Еду к друзьям. У нас большая компания. Прямо с утра? Да. Прямо с утра. Ну, просто я лечу в другой город. Так, так, так. Ну, я думаю, что будет хорошо. Ну, это не официальная поездка, то есть, в смысле, что надо только долететь, и можно уже расслабляться. У нас, на самом деле, помимо Юльного дня рождения, раз она решилась к нам прийти все-таки, что приятно, да. Есть повод, состоится отчасти у нас премьера. Да, у нас, ну, премьера состоялась 14 февраля, в день всех влюбленных. Влюбленных, премьера песни. Да, премьера песни, да. Премьера клипа сегодня. Премьера клипа сегодня. Вот, вот. Ну, мы чуть позже ее послушаем. Да, мы чуть позже послушаем. И, наверное, о ней попозже немножко и поговорим. Юля, вот скажи, пожалуйста. Пожалуйста. Ты сейчас прилетела из теплых стран недавно, да? Как мы поняли. Да. И опять улетаешь куда-то, в другой город. Вот этот режим, он частый? Вот такой, в перелетах весь? Ну, достаточно. Я люблю менять картинку. Мне нравится быть здесь, там, потом опять здесь, потом опять там. Не сидится, в общем. Не хочется иногда поваляться дома, посидеть, ничего не делать. В движении есть жизнь. Я как бы люблю такой ритм достаточно активный, активный образ жизни. А если посидеть дома, то мне нравится быть в одиночестве и что-то такое пописать. Ага, то есть все равно продуктивно, чтобы был какой-то результат. Понятно. Это важно. Ну, Юля такая загадочная вся. Либо сонная, либо загадочная. Я не знаю, где рождение. Я не могу себе с другой стороны увидеть. Мы приоткроем небольшую тайну. Юля сегодня, у Юли практически бессонная ночь была. Поэтому, конечно же, с утра. Это не то, что мы с тобой бодры и веселые, потому что заранее легли спать. 10-11, люди нормально спать ложатся уже, понимаешь? А то, что человек требует, понимаешь, вот расспросы какие-то с утра. Друзья, у нас есть, конечно же, наш дежурный WhatsApp Viber. 8-909-928-1-89-9. Пишите, пожалуйста, задавайте вопросы. Как в WhatsApp Viber я сказал. СМС тоже на этом же номере. И Юлю можно поздравлять с днем рождения. Да, поздравлять с днем рождения. Между прочим. Какие-то пожелания писать в больших количествах. И в нашей группе «Страна FM ВКонтакте» в самом верху закреплен пост, где, собственно, вся информация есть про все наши координаты. И там же тоже можно писать поздравления, пожелания, вопросы задавать. Да, 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 с удовольствием отвечу. Юля, а ты вот в работе часто отмечаешь день рождения? Ну, имеется в виду какие-то интервью, премьеры, концерты? Или всегда какие-то есть традиции? Ну, как-то всегда по-разному. Периодами было так, а потом по-другому. В прошлом году как было? В прошлом не помню. О, нормально. А в позапрошлом? Ну, тем более не помню. Но всегда как-то ярко, очень ярко. И вот каждый день у меня яркий, поэтому все забывается. Все забывается, живешь тем, что есть сегодня. Да, на самом деле очень много информации сегодня. Если все помнить, то просто можно, мне кажется... Забыться тут же. Да, конечно. Ладно, друзья, мы совсем скоро. Пусть голова будет светлая и ясная. И ясная. Для новых каких-то впечатлений. Прекрасно. Вот Юля сама себе что-то и пожелала. У нас прямо сейчас группа «Винтаж». Песня «Когда ты рядом» называется она. Вот мы ее послушаем, посмотрим видео и вернемся в студию. И напомним, у нас в гостях замечательная актриса, певица Юлия Беретта. «Утро страны» на телерадиоканале «Страна ФМ». Доброе утро, дорогие друзья, это телерадиоканал «Страна ФМ». «Утро страны» продолжается. Мы начинаем новый день и начинаем новый день его, конечно же, с лучшими артистами, которые к нам приходят сюда в гости. И сегодня в гостях у нас Юлия Беретта. Это актриса, певица, автор песен. Собственно, конечно же, Юля пришла не с пустыми руками, но об этом чуть позже. День рождения у Юлия сегодня, вообще-то, именинница. У Юлии сегодня день рождения. Я вот не люблю понять именинница. Именинница — это все-таки именина. Это когда вот эти под церковным вот этим, там, сегодня именинный Александр. День рождения Юлия сегодня отвечает. Послушаем мужчину. Спасибо большое, спасибо большое. Юля, как дела сейчас на актерском поприще? Какие новости? Вот недавно закончились съемки одного интересного фильма, где у меня была очень яркая роль Ксюхи. Я была с красными волосами, такая немножко в неглиже. В общем, такая экспериментальная роль для меня. Ну, я справилась, я думаю. Это полный метр? Нет, это сериал. Сериал. Да. Когда где смотреть? Сериал для Первого канала. Называется «Крот». Крот, да. Ну, успешно, понравилось? Ну, образ получился бомбический, да. Ладно, заценивай. Это сериал уже, я просто, ну, немножечко так, понаслышке знаю о, ну, как это сказать, технологии создания сериалов для крупных телеканалов. И там бывает, что сериалы снимаются вот типа в ящик, когда они лежат и ждут своего часа, и потом они когда-то запускаются. А бывает так, что вот они вот-вот-вот-вот заказали, и сразу же в эфир. Я такие технические моменты не знаю, но мне кажется, что вот-вот уже вот-вот. Должны показать. Да, да. А до этого у меня был интересный такой эксперимент, и я снялась в документально-игровом кино. Ух ты. Единственная женская роль. Угу. Вот, у меня был очень хороший актерский состав там, и, в общем, я сыграла такую ФСБшницу, вербовщицу. Ничего себе. Да, серьезная, вот, была премьера недавно, и вот, в общем, ну... А что там документально, в смысле, на реальных событиях прям, или что? Ну, посмотрите, называется «Один на один». «Один на один». Угу. Как еще раз, документально? Документально-игровое. 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 Такой формат интересный. И каково это, быть властной женщиной? Ну, в форме. Ну, каково. Я даже не знаю, как сказать «каково». Ну, вот. Таково. Каково. Нет, ну, просто в реальной этой жизни достаточно редко встретишь женщин в таких серьезных, по сути дела, мужских профессиях. Ну, мне понравилось, я скажу так. Ага. В своей тарелке. Мне понравилось, да. Мне кажется, что есть какая-то часть меня, которая могла бы продолжить этот путь. Ну, да, с учетом того, что премьера, которую мы сегодня увидим, называется «Дикая». «Дикая фастбашница». Что-то там, видимо, от меня пошла, не мою песню, пожалуйста. Я, впрочем, очень долго шла к тому, что я вот сегодня презентую, потому что у меня было очень много поиска музыкального. Я делала в разных жанрах и поп-рок, и фанк, вообще очень долго себя искала, да. И, наконец-то, я поняла, что... Ну, вот, я еще не знаю результаты, я не знаю, как люди отреагируют, хотя уже чувствую, как... Но просто по радиостанциям я не знаю, какая будет реакция. Да, но я могу сказать, что в этой песне я как раз объединила свое прошлое, потому что, как ни странно, вот я в шоу-бизнесе с 97-го года и работала в группе «Стрелки». Да, мы знаем. Вот, до 2003-го. Я там была Ю-Ю, а потом я стала заниматься сольной карьерой и стала Юлей Береттой. Вот, но почему-то все... вот именно мое имя ассоциируют с теми 90-ми, когда я работала в «Стрелках». И поэтому мне очень сложно какую-то концептуальную музыку придумать. И вот я очень долго искала, ну, мне нравится, мне хочется, чтобы нравилось и мне тоже. Ну да. Конечно. И поэтому, чтобы это было органично и гармонично. И поэтому вот сейчас в этой песне я нашла тот путь, мне кажется, потому что там музыкальная составляющая, как бы такое достаточно советская мелодия, с такими бэками советскими немножко, но в танцевальной такой, с модным, как бы современным текстом и с танцевальной историей. Ну, там немножко дипом попахивает. Вот, и получается, как бы такой симбиоз. И, на мой взгляд, вот я думаю, что вот он для меня как раз создан. Ой, ну, сантроговалась, сантроговалась. Если такое направление, вот как ты описываешь, и там, и танцевальное, и что-то такое, в этом направлении ты будешь продолжать двигаться? Да, я думаю, что да. Я думаю, что это мое, потому что я очень... у меня во голове очень много таких мелодий. Как я слышала фразы, когда я искала вот свою песню, мне говорили, не хватает шлягерности, не хватает какой-то простоты. И вот эта вот простота, мне кажется, вот она как раз в этом. Ну, понятно, что нравится всем невозможно, но вот уже то, что я слышу от тех людей, которые уже слышали эту песню, то мне нравятся реакции. Нравятся реакции? Да, да. И самое главное, что мне эта песня нравится самой, и она мне не надоедает. Это тоже... А что значит вот поиск? Какой он был? То есть люди как-то советовали, обращались? Другий поиск. С 2003 года по сегодняшний день, потому что я сотрудничала с разными продюсерами. Я Андреем Губиным, кстати, если вы помните. Конечно. Конечно, естественно. Лиза не улетает. Как я, человек, поменялись, я не могу. Поэтому они такие очень хорошие, но что-то не срослось. Как-то вот то ли я не донесла, то ли мы как-то там выбрали немножко не то направление. Ну, в общем, по какой-то причине, в общем, не получилось. Но песни хорошие. И вообще у меня много очень хороших песен, если честно. Я надеюсь, что... Ну, в общем, вы, кстати, крутите, я знаю. Да, у нас была, конечно. Конечно, несколько крутых. Да, поэтому я надеюсь, новая песня вам тоже понравится, и у нее будет хорошая судьба на вашей стране, ФМ. Друзья, я хочу напомнить, что у нас в гостях сегодня Юлия Беретта, группа ВКонтакте «Страна ФМ». Заходите, есть отдельный пост, пишите свои вопросы, комментарии. День рождения сегодня у Юли, вы можете поздравить ее. А также WhatsApp Viber, друзья, 909-928-189, тоже пишите, задавайте свои вопросы. У нас небольшая пауза сейчас. Ну, я слышал, что телефон уже жужжал. Жужжал, да, сейчас все проверим. Сегодня подобьем, вот, и обязательно все выдадим. И вернемся, друзья, у нас есть такая фишка, рекламная пауза, ну, как не понять. Скоро вернемся, оставайтесь с нами. Утро страны. На телерадиоканале «Страна ФМ». Дорогие друзья, доброе утро. Лиза Калинина, Никита Некрасов в студии. И у нас сегодня в гостях актриса, певица, автор песен, музыкант. Правда же? Так лучше назвать Юлия Беретта. И у Юли сегодня день рождения. Юля, мы объявляли наши контакты. Кстати, группа ВКонтакте «Страна ФМ» 909-928-189, в WhatsApp Viber. Анна нам пишет. С днем рождения, Юлечка. Слушаю тебя, смотрю, радуется, глаз и слуха. Я напоминаю, у нас вообще-то телерадиоканал. Вот, да. Людей слушают и смотрят. Единственный такой, да, нет аналогов. Спасибо большое, Анечка. Новая песня просто супер. А мы ее только услышим сейчас, между прочим, и посмотрим. Я желаю тебе удачи, пишет Аня. Успехов и с нетерпением жду твоего большого сольного концерта в Москве. Ты супер. Спасибо большое. Роман тоже написал. И еще, вот, Роман дублирует. Юля, поздравляем с днем рождения. Желаем счастья и любви. Роман, Димон и Александр. МТТ. Ты знаешь, что такое МТТ? Да. Что это? Не скажу. А, это свои какие-то чуваки. Тайные поклонники? МТТ. Ну, вот, кстати говоря, когда пришло это сообщение, сразу понял, что задам вопрос, что такое МТТ. Мне, кстати, может быть, слушает папа. Можно я привет? Конечно, естественно. Папа, привет, если ты меня слышишь. Это Юля Берета. Это Юля, твоя дочь. Да, я сегодня родилась. Поздравляю с рождением меня. Есть ли какие-то тайные у тебя общества поклонников или явные большие? Тайные общества, конечно, есть. А, ну, вот они называются МТТ, видимо. МТТ. Какие подарки присылали? Подарков уже не было. Ну, в истории были. А, в истории. От поклонников вот такие на день рождения запоминают. Ну, самый такой запоминающийся, который на всю жизнь, это была собака. Да. Собаку подарили? Да, учитывая, что у меня была собака. Ну, не ждать, что у моей мамы была собака. А, тогда хорошо. Просто для меня бы это было не ждать. Большая? Ну, такая средняя. Так. Шицу. Юля. А, ну, это все. По делу. У нас сейчас буквально через полтора минуты уже прозвучит песня дикая. И клип. Давай о ней. Давай о клипе расскажи. А что ты волнуешься? А, я волнуюсь. Ну, как? Ты же всегда волнуюсь. Как в 2003 году, ты говоришь. Да, я постоянно волнуюсь с 2003 года. Всегда. Каждый день экзамен. Наша профессия вот такая. Есть свои минусы, свои плюсы, да. Ну, согласна. Не знаю, хорошо это или плохо, но я волнуюсь. О клипе расскажи, пожалуйста. Как его снимали? Что такое интересное? Я поехала снимать к своему другу уже, к известному талантливающему режиссеру, ремейкеру Хиндрику Масику в Таллин. Обожаю этот город, обожаю там атмосферу, обожаю Масика, обожаю его Катрин, который делает мейкап нереальный. Обожаю всю его команду. Ну, мне кажется, я уже там в десятый раз поехала, потому что мы очень много делали работ совместных с Масиком. И в этот раз... Так ласково Масик. Да. Всегда я ему давала полную свободу для творчества. То есть я приезжала, я не знала, что мы будем снимать, я просто отдавалась в руки профессионала и всё. А в этот раз я... Почему-то мне захотелось историю. Истории. Вот. Но хотелось какой-то истории нетривиальной, такой какой-то с изюминкой, вот, чтобы, опять же, был симбиоз всего и того времени, и сегодняшнего, и как бы вот... Но мне кажется, что нам удалось. Удалось. Это прекрасно. Ну, вы посмотрите. Мы сейчас все будем наслаждаться. Итак, друзья, Юля очень волнуется. Я думаю, что надо воспользоваться этим моментом. Я думаю, что надо воспользоваться этим моментом и написать слова поддержки и поздравления с днём рождения, Юля Беретти, которая сейчас у нас в гостях. Смотрим, слушаем. Премьера. Дикая. Дикая. Любит тишину, а все вокруг в сети. Да, но я вот не люблю, когда всё на виду. Может, бояться смысла нет, но это личная тема. О том, кого люблю, закрытые. Я тебя не отдам, никаким Петрам, никаким другим женщинам. Я тебя не отдам, никаким словам, Никаким фото, никаким в Инстаграм. Я тебя не отдам, никаким преждам, Никаким далёким берегам. Если хочешь знать, если слышишь там, Я тебя не отдам, я тебя не отдам. Запах скушанной травы, небо, горизонт. Сколько реальной красоты и пройденных дорог. И нам некуда спешить, пусть время тикает. Боже, как я тебя люблю, как дикая. Я тебя не отдам, никаким Петрам, никаким другим женщинам. Я тебя не отдам, никаким словам, Никаким фото, никаким в Инстаграм. В твоих ладонях другой климат. И только ты можешь так целовать, Я поцелуями прилипла навсегда. Я тебя не отдам, никаким другим женщинам. Я тебя не отдам, никаким словам, Никаким фото, никаким в Инстаграм. Я тебя не отдам, никаким дождам, Никаким далёким берегам. Если хочешь знать, если слышишь, дам. Я тебя не отдам, я тебя не отдам. Я даже не знала, что Юль такая коварная. Ты посмотри, такая милая, всё стесняется, говорит, волнуется. О, там уничтожила мужику жизнь просто, бедненький. Ну вот так вот, так сложилось, он сам виноват? Нет, ну понятно. Ну вообще прям, прям... Убила. Дикая правда, девчонка. Когда Юля сказала, что хочет истории, я представлял себе мини-фильм внутри клипа, но с такой неожиданной концовкой. Но триллер. Просто было сложно представить. Друзья, кто нас, вот вы большое упущение совершили, и кто нас не смотрит, а только слушает. Друзья, все быстрее-быстрее на канал Юли в Ютьюбе, чтобы посмотреть клип Дико. Юля, а что за парень, которого ты убила и целовала там? Это что за мальчик? Подожди, нет, история умалчивает. Может быть, он просто в отключке. А, напился? Да, кстати. Бац, сковородка. Я не убила его. Ну конечно нет, это так. Это может быть во второй сфере. Разула раздела, пофоткалась и отправила кому надо. Ну да. Что за мальчик? Понравился? Ну как? Дядя. Понравился, конечно. Мужчина. Ну, это эстонский певец, актер. Ну, собственно, вот. Ну, как вы с ним сработались? Нормально, комфортно? Ну, да. А я хотел спросить. А там не было поцелуев, кстати говоря. Это все фикция. А, да? Там не было ни одного поцелуя, ни одного как бы... Просто были рядом. Были прикосновения, и все. Поцелуев не было, так что... Это все обман зрения, впрочем. И хорошая игра актеров. Вот. Нет, но все равно, когда человек новый, как комфортно было сниматься? Ну, это наша профессия. По образованию актрисы, это моя профессия, чтобы было комфортно и мне, и моему партнеру. Поэтому я сделала все, чтобы расположить его к себе и сама... А потом помедитировала и сделала так, чтобы было все хорошо. Ну, вот мы с Лизой не актеры, конечно, верим. Ну, хорошо. Мне интересно, каким образом проходили съемки. Вот эти вот, знаешь, фильм о фильме. Я видел, там была драка такая серьезная. Ты, по-моему, даже мобильником в него раз бросила. Вот, были ли какие-то... Долго ли постановка вот этих рукопашного боя происходила? Как-то все было органично. Все как-то друг друга поняли с полуслова, с полувзгляда. И как-то с первого дубля все получилось. То есть режиссер сказал, надо драться. И вы раз еще! Ну, я могу сказать, что я чуть-чуть тоже поучаствовала, как бы, именно не в истории концептуальной, а именно вот в тому, как, 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 что, зачем. Вот, ну, в общем, актерски вложила в свое, как бы, вот это вот предложение. Предложила, и режиссер согласился. А удар сковородкой был? У удар сковородкой, ну, а ты видела? Нет, нет, я видел, что она пошла, 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 пошла скоро. Это уже трюк, это уже трюк режиссера. Ну, комфортно сейчас было на себя смотреть? Как я чувствую? Ну, мне всегда некомфортно на себя смотреть, если честно. Я параноидальный перфекционист, я вижу всякие нюансы. И, конечно, мне многое, что не нравится, но это первая песня, которая вот для меня, я закрываю, скажем так, глаза на то, что я бы еще усовершенствовала, вот, хотя все время мне хочется и вот тут, и вот тут, и вот тут везде подправить, но так невозможно. Лучший враг хорошего, поэтому лучше остановиться и делать что-то новое, и поэтому я, как бы, выпустила этот продукт, этот трек, и работаю, конечно, над новой композицией. Вот. И вообще хочу в этом году сделать, ну, я надеюсь, что мне получится, с моим партнером Александром Сахаровым, кстати, известным, вот. Он для меня делает музыку, звук, и я думаю, что мы сделаем целый альбом в этом году. О, то есть 2018-й знаковый год. Ну, я бы хотела, чтобы это было так, очень, очень хочу, это... Да. Это от многого зависит. Юля, с днем рождения тебя. Спасибо. Меня столько раз никто не поддравил. Для тебя прозвучит песня помедленнее, в исполнении М-бэнд. Так. Так сложилось. Все, и мы скоро вернемся. Оставайтесь с нами, небольшая пауза, друзья. Спасибо за поздравление. Групп ВКонтакте, сторона FM, пишите нам, пожалуйста. Лиза Калинина, Никита Некрасов по-прежнему здесь. У нас в гостях Юлия Берета, послушали мы и посмотрели клип на песню «Дикая», насладились. Кто не видел? Во-первых, я вам хочу сказать, что очень скоро уже на нашем канале в YouTube «Страна FM» появится этот эфир весь в записи. А во-вторых, конечно же, заходите на канал Юли и смотрите, наслаждайтесь, комментируйте. А самое главное, поздравляйте с днем рождения, как это делает Дмитрий Попов. Юля, с днем рождения, песню «Папа» можно услышать. Но вот, к сожалению, у нас сейчас не программа по заявкам, поэтому включить мы вам ничего не можем. В 13.00 можем. В 13.00, да. Оставайтесь с нами до 13.00 и заказывайте, что хотите. Спасибо большое за поздравление. Очень-очень приятно. Очень-очень-очень. Юлечка, хочу у тебя спросить, скажи, пожалуйста, твои песни и видео, они, ну, то есть ты как отдельная творческая единица сольная. Есть ли желание с кем-нибудь из парней молодых или не очень сделать дуэт? Я даже знаю слово такой, коллаборации. Ну, да. Сейчас оно такое модное. Я вот не люблю эти новомодные словечки. Дуэт. А я учу. Да? Зачем? Да. Они уйдут. Ну, потому что надо... Чтобы быть в тренде. Да, чтобы быть в тренде. Это мейнстрим, значит. Да, да, да. Есть какие-то цели записать дуэт? Просто я очень много пишу. Причем у меня разный материал. Ты сама? Да, я сама. И поэтому не хочется, конечно, объять-необъятное реализовать очень много своих вещей, но они не подойдут как бы для меня. Морочка? И поэтому... Нет, для меня. Поэтому я как бы я вот я хочу предложить... Ну, я вообще... Сейчас уже несколько артистов поют мои песни. Вот. Я надеюсь, что вы тоже о них услышите. И о песнях, и об артистах. А какие-то коллаборации, дуэты, да. Я готова. Я готова. Если предложат, да? Я готова и готовлюсь. Нет, мне уже предложили. А-а-а. Вариант интересный. Но говорить нельзя, да? Нет, ну, конечно, нельзя. Потому что я это только вот... Вот только предложили. Еще надо обдумать. Еще надо делать. Хороший, известный человек. Еще потом я хочу с одной девушкой делать дуэт. Мы написали вместе очень интересную песню. Тоже. Ну, в общем, очень много у меня планов. Это и это теоретически. И вообще я за то, чтобы делать какие-то такие вот... Я не знаю, как по-другому сказать. Ну, какие-то вот проекты такие. Два, три, четыре артиста. Чтобы это было что-то такое необычное. Потому что... Ну, а что? Это привлечение аудитории. И плюс еще это само по себе интересно. Так неожиданно. Оп, а почему такой вдруг тандем? И вдруг через какое-то время понятно, почему. Но это теоретически может войти в твой готовящийся лонг-плей. Нет. Что касается моего альбома, я буду делать сольные песни. А что касается... Это все синглы? Да. Это все... Это все. И я просто почему спрашиваю, потому что, допустим, вот сейчас Эмин выпустил альбом. У него там вообще, в принципе, сплошные дуэты. Ну, не можешь себе позволить. Там вот, не знаю, у Лига Лайза тоже. У Лига Лайза, да, тоже приходил. У него там тоже сплошные дуэты. Да, видимо, мы думали, такая может тенденция. Дуэтное время. Поэтому я и спросил, может быть, что там... Мне кажется, надо ломать стереотипы, надо идти дальше. Конечно, надо делать квартеты, не знаю, без проблем. Секс-теты. Конечно. Юля, мы тебя поздравляем с днем рождения. Оставайся такой же красивой, цвети. Не волнуйся. Спасибо. Это, мне кажется, не нужно уже. Ты же уже все. Все, премьера прошла. Все, Юля уже спокойно. Я надеюсь, что это не последняя премьера в моей жизни. Конечно, нет. А первая, скажем так, на вашем теле-радио-радио-радио-радио-радио. Напомню. Вот. И спасибо большое. Спасибо большое тебе. Очень красиво у вас. Да. Я надеюсь... Хорошего дня. Прекрасного продолжения утра. Ну и, конечно же, отлично отметить сегодня, куда ты улетаешь. Куда я улетаю? Шикарат. Юля, сплошная. Пока не скажите. Чтобы там все замечательно сложилось. Юля Беретовна на гостях была. Друзья, Никита Некрасовна и Закалинина. До завтра. Увидимся. Пока. До новых встреч.